Англичане покупают больше кабриолетов, чем французы, итальянцы и испанцы вместе взятые. Когда мы узнали об этом, нас поразил этот факт. Поэтому мы с Хаммондом отобрали несколько штук и отправились на типичные британские выходные. Это Баттермир. Самое дождливое место в Британии. А это кемпинг в самом дождливом месте Британии. И мы останемся здесь на ночь. Мы ведь британцы. Сейчас утро, и я собираюсь высунуть нос из палатки. Если там идет дождь, иностранцы будут смеяться над нами. Но если там солнечно, даже если просто сухо, то им никогда не понять, как мы этому рады. Сухо! И это одна из причин, почему мы любим эти машины. Сумасшедший британский оптимизм. Зимой и летом ты никогда не знаешь, сумеешь ли ты сегодня прокатиться с ветерком на своей машине с откидным верхом. Это новый Volkswagen Juke. Его появление мы ждали многие годы. С одной стороны, он выглядит довольно старомодно. Например, взгляните на эту крышу, сложенную сзади. Выглядит так, будто кто-то приклеил надувной матрас к багажнику. Вы можете купить Juke Cabriolet за 15400, но там будет двигатель 1.6. У нас версия с двухлитровым мотором, она стоит 17500. 17500 довольно дороговато для такой машины. Сейчас он выглядит симпатично, но это дань моде, которая очень быстро меняется. Его могла бы спасти хорошая управляемость, но ее нет. Среди его достоинств четыре хороших кресла и немецкая сборка. Сразу чувствуется качественная сборка, с этим не поспоришь. Очень, очень добротно. Мне нравится пластик. То, что цвет дверной панели повторяет цвет кузова. Им осталось придать ей только форму нормальной машины. Итак, вот мы и едем под дождем, но это даже к лучшему. Наверняка вы в пабе слышали такую байку. Если во время дождя опустить вверх и поддерживать определенную скорость, то вы не промокнете. Это чепуха. Я промок. Не уверен, что это была хорошая идея. Думаешь, они решат, что мы идиоты? Именно так. Да. Думаю, пора поднять крышу. Стой! Что случилось? С меня хватит, мне в лицо что-то брызнуло. Все, что вам нужно в Великобритании, это кабриолет для солнечных дней и твердая крыша над головой в остальные 364. Вот почему мы любим складывающиеся металлические крыши. Перед вами самый маленький и самый оригинальный из таких. Дайхатсу Коппин. Он настолько неординарен, что вы можете не обратить внимание, что эта игрушка стоит 13 тысяч фунтов. Немного жестковат, но в остальном неплох. Сиденье из красной кожи, спортивный руль от Момо, двигатель развивает 8 с половиной тысяч оборотов. А еще этот забавный металлический шарик на ручке КПП. Так что это что-то вроде Sony Ferrari, только меньше. 660 кубиков и турбонаддув. Он великолепен. Новый Audi A4. Эталон четырехместного кабриолета. Обычно A4 кабриолета – очень сдержанная машина. Но они его испортили, покрасив его в цвет под названием «космический желтый», также известный как «элитный бежевый». Не только цвет порчит этот автомобиль. Вот мы сейчас в сельской местности. Так спокойно. Птички щебечут. Легкий ветерок. А вот еще один сельский звук. Звук дизельного трактора. Это дизель. Кто-то додумался снабдить гламурный четырехместный кабриолет двигателем от трактора. И это очень хороший дизель. Сказать по правде, это фантастический дизель. И на деле он не очень-то и шумный. Не очень, когда несешься на скорости. Но когда едешь медленно или ползком пробираешься по городу, и на тебя все смотрят, и ты подъезжаешь к бару… Да. Люди будут спрашивать, кто вызвал такси. Нет, это как-то неправильно. Дизельный кабриолет — это как модель, курящая трубку. Ауди стоило бы придерживаться формулы Мерседеса с их новым CLK. У него, например, большой, экстравагантный, нелогичный пятилитровый V8. Как и Ауди А4, этот кабриолет Мерседес CLK погряз в пафосе немецкого автопрома. Но есть и отличия. У этой машины огромные часы Rolex. Все должны видеть, что он дорогой. Цены начинаются с 30 тысяч, это цена базовая А4. Этот экземпляр стоит 58 тысяч фунтов. Мерседесы меньших размеров, SL или SLK, имеют складную металлическую крышу. У этого брезентовая крыша металлическая просто бы не поместилась в багажнике. Но что это за крыша? Я имею в виду по сравнению с нашей палаткой. Крыша состоит из 280 деталей, плюс громоотвод. Как вы видите, фрицы тоже заботятся о нас. Итак, кабриолет может быть большим или маленьким, ярким или неприглядным. Или он может сочетать в себе все эти качества. Citroën решил, что его новый Pluriel может быть таким, каким хотите вы. Крыша должна раскладываться. Раскладываться? О, нет. Да, вот так. Это... Кабриолет. А где заглушки? А под полом их нет? Нет. Точно нет? Нет. Понял. Попробуй так. Я вижу. Попробуй так. Отлетела на километр. Она как спайдер. Закрой дверь. И как мы смотримся на ней? Это французская машина, поэтому вся отделка скоро отвалится. Но все внутренности довольно прочные. Она стоит от 12 до 13 с половиной тысяч. И вы можете получить двигатель объемом 1,4 или 1,6. Но если вы возьмете 1,6, вам придется мириться с подрулевыми лепестками. И они безнадежны. Я переключаю на вторую, чтобы пройти этот поворот. Пока нормально. Теперь ждем третью. И вот она включилась. Теперь включаю четвертую. Что, ты включила что-то другое? Есть еще одна проблема. Мы поворачиваем налево. Ситрайна считает, что большинство людей будет ездить с собранной крышей. И я понимаю, почему. Потому что она или на своем месте, или на вашей промежности. Кажется, дождь собирается. Да, собирается. А я как раз крышу прихватил. Как знал. Итак, судя по всему, вы не очень прониклись к Плу-Риэлю. Нет. Я хотел, чтобы она мне понравилась, потому что она выглядит мило, и ее можно видоизменять под себя. Но эта крыша просто выбешивает. Отличная машина на прокат. Да. На выходные. К тому же ты вернешь ее без сожаления. И эта коробка передач сведет тебя с ума. Но она безопасная. Да, безопасная. По результатам краш-тестов NCAP у нее 4 звезды. И это был тест... Без крыши. То есть это 4-звездный кабриолет. Что меня беспокоит. Послушайте это. Он пустой. Там ничего нет. Там хоть мотор есть? Да, 1.4 или 1.6, но... Мы бы такой не взяли. Давайте о других. Дай Хацу Копен. Хорошая или плохая? Хорошая. Ему очень понравилась. Фантастическая. Тебе такие не нравятся. Она маленькая и глупая. И рядом с ней все остальное выглядит гигантским. Вы видели фильм, где человек уменьшался, а телефон в руке увеличивался? Нет. Уверен, такой есть, но я его не помню. В такой машине ты только ездишь вокруг огромных дорожных знаков и гигантских хэтчбеков. Не понимаю, о чем ты. Жук, вы бы его купили? Нет. Нет. Вы бы выглядели глупо. Минутку, вы бы купили? Почему? Очень стильная и милая машина на каждый день. Ее спроектировал Гитлер. Я не его поклонница, но машина нравится. Вам нравится то, что дал миру Гитлер? Чудесно. С Плуриалем разобрались, как насчет Ауди, цвета детской неожиданности. В любом другом цвете это шикарный четырехместный автомобиль. Да. Я ездил на нем, отличная машина. А как насчет Мерседеса? Ты бы купил такой? Возможно, но не с таким двигателем. Здесь стоит 500 и V8. Не знаю, как ты, но я лично думаю, что для кабриолета это многовато. Он нужен не для безумной езды, а для неспешных поездок с открытым верхом, вдыхая запах навоза. Но ты можешь взять двигатель поменьше. Да, почему бы не взять Ауди? Я не понимаю, зачем рассматривать Мерс, когда есть Ауди. Так какая вам понравилась больше? Ауди и Копен. Итак, мы выяснили, что из всех этих кабриолетов нам нравятся Ауди и Копен. Да, да. Я вот не смог бы водить Копен. Ты бы выглядел невероятно нелепо. Хотя я бы посмотрел. Хотел бы посмотреть, а вот я сейчас сяду. Посмотрим, на что это будет похоже. Это не машина, а ботинок какой-то. Посмотрите на это, это фантастика. Самое смешное, что если я поеду на ней километров 800, у меня будет такая же прическа, как у вот этого парня. Посмотрите на это. Ты приехал на Копене? О, боже. Не знаю. Надо работать усерднее и купить SL.